Редактор субтитров А.Семкин Олег Григорьевич, вы в одном из интервью сказали, что даже если будет от старости изобретена таблетка, то все равно рано или поздно у человека разовьется рак. И избежать этого невозможно. Но пока, сегодня. Сегодня это так можно сказать. Но это генетически обусловленная болезнь. То есть мы передаем по наследству это. Так устроено природой. А может и не природой. Кто его знает? Он как ген существует. И он, так скажем, начинает активизироваться, когда происходят мутации, изменения. Тогда возникает в каком-то органе раковая опухоль. К сожалению, это так. Получается, что исцелиться человек не сможет? Ну, я хочу сказать, что сейчас многое уже понятно нам стало. То есть были какие-то ложные направления, тупиковые. Вот сейчас какая-то логика появилась в борьбе против рака или в понимании рака. В том смысле, что в настоящее время меняется несколько подход. Сейчас на первый план выходит иммунотерапия. То есть наш естественный иммунитет, значит, восстановитель для того, чтобы он, вот это же на защите, он стоит на защите, когда развивается опухоль, наш иммунитет. Так вот, в настоящее время переход не химиотерапия будет, вот как традиционно, вы уже, наверное, слышали, что такое химиотерапия, а именно восстановление иммунитета. Считают ведущие специалисты мирового уровня, что в течение ближайших 5-10 лет будет переведена эта болезнь в состояние хронической. Даже при четвёртой стадии, при последней стадии рака, она будет как гипертоническая болезнь, как сахарный диабет. И это уже не просто фантастика, это реальность. Фанкологи – это такая, я бы сказал, среди всех медицинских специальностей отдельная группа. Во-первых, это на сегодняшний день, ну, я бы сказал, передовой отряд научных работников. И всё, что происходит в медицине, самое последнее, самые последние разработки, имеется в виду на уровне генома человека, изучение с геномом, работа с геномом – это в онкологии. И самые такие тонкие технологии – это в онкологии. Ни в одной специальности нет такого, как у нас. Ну, сами понимаете, почему. И вот онкологам, если человек через год не уходит, он остаётся здесь на всю жизнь. А какой вы позиции придерживаетесь? Вот бороться до конца человеку, или всё-таки, если есть понимание, что там ему осталось совсем немного, прожить эту жизнь как-то по-другому, оставшуюся человеку? Нет, я же вышел с бывшего Советского Союза. Мы, те, которые остались, мы будем бороться до конца, когда нет даже перспективы. Мы так воспитаны. Ну, по-другому мы не можем. Поэтому я считаю, что надо бороться до конца. Ну, я бы не смог, например, сделать так, чтобы вот ввели лекарства, чтобы закончить жизненный путь. Хотя вы знаете, что в некоторых странах это же разрешено. У нас есть специальная палата, где мы обезболиваем человек полностью. Ну, скажем так, он иногда даже приходится дозировать, например, морфин там постоянно каплями, чтобы он находился в таком состоянии, ну, не понимал, что происходит. Потому что самое страшное, когда человек понимает, что происходит, что его, так сказать, заканчивается жизненный путь. Вот. И мы обезболиваем сегодня это целая технология, тоже целое направление, паллиативная медицина. Вот. И его надо, вообщем-то, развивать. А как вы относитесь к автоназии? Нет, ну, к автоназии я пока считаю, что это не нужно. Я отрицательно отношусь к автоназии. Считаю, что дело не нужно. По церковным-то понятиям, по православным считается, чем больше будет человек вот так вот страдать, тем ему будет лучше там, на том свете. Так вот говорят церковники. Когда что-то вот плохое, тогда сразу про Бога вспоминаешь, правильно? Это хорошее так и забываешь, но веровать надо. Каждый думает, что там еще лучше будет, чем здесь, да? Но еще раз говорю, что вера должна быть в человека, это сто процентов. Иначе ты в жизни можешь много ошибок сделать, те, которые, понимаешь, тебя не сдерживают. Особенно в нашей профессии. Олег Григорьевич, а вот если пациент сам прекращать решает борьбу, опускаются руки, как врач, он должен как-то повлиять на это? Сам пациент в смысле? Если пациент сам не хочет дальше бороться? Ну, я не видел таких пациентов. Я не встречал за свою вот 35 лет работу онколога, я таких не встречал. У нас устроена так, нервная система, я вот человек до последнего верит, что он будет жить. Я же провожал на этот свет много и врачей, врачей, докторов, которые знают, что это такое, но они все равно думают, что они выздоровеют. Так устроена нервная система. Поэтому, ну, как бы так, автоназия, мне кажется, она, ну, по крайней мере, в славянских странах она не приживется. Наверное, я думаю. Может быть, новое поколение по-другому будет, но пока новое поколение, то рак будет побежден. Росислав Янковский тоже ваш пациент. Пациент 26 лет боролся с этим ведугом и 26 лет играл блестяще. А он каким был пациентом? Нет, Росислав Янковский, это про него можно учать, отдельную передачу сделать. Пою и пью, не думая о смерти, раскинув руки, падаю в траву. Если я умру на этом свете, то я умру от счастья, что живу. Вы же знаете, что один из последних был, значит, народный артист Советского Союза. Мы с ним очень дружили, я с ним много почерпнул, ну, мудрости народа, народной мудрости, такой жизненной мудрости. Он же до последнего дня, вот, ну, настоящий артист, вот когда он уже серьезно был болен, а на сцену-то, как он выходил, он преображался сразу. Никто даже и не думал, что это, в общем-то, больной человек. Хотя он, у него были такие болезни, с которыми мы справлялись. Справлялись. И можно сказать, что даже он не от нашей болезни умер. Там большие такие, значит, патологии уже, ну, возрастная, сердечная. Это же 80 лет, и он же за 80 лет, за 80. Мы с ним впервые встретились, а затем ему было 60 лет. Так что это память осталась у меня вообще. Это их семья, это люди особые. Я бы сказал, что это люди с большой буквы. В соцсетях, на телевидении очень часто идет реклама, где призывают помочь детям, взрослым, собирают деньги на лечение за границей. Чаще всего за границей. А в чем проблема? У нас в стране им не могут помочь? Честно говоря, я этого не понимаю. Я же смотрю иногда и телевидение российское. Я в основном белорусское смотрю, а новости иногда смотрю тоже из России. И там вот это все объявляют. Мне кажется, что это какие-то шарлатаны, честно говоря. У нас бесплатная медицина. Это наше достояние. И я когда-то, когда вот начиналась вот эта перестройка, считал, что да, вот страховая медицина, это нужно, я теперь глубоко убежден, что это делать не нужно. Медицина должна быть бесплатной государственной. А страховые компании, тоже должны существовать страховые компании. Хочешь там платить деньги и застраховать там, застраховаться, ну, вноси какие-то деньги ежемесячно, чтобы те были более комфортные условия. Для тебя лично создали более, вот как мы в своем центре, для иностранных граждан, кто приезжает к нам лечиться за деньги. Мы для них создаем более комфортные условия. Так и если человек обеспечен, почему нет, почему его не создать. И пусть для него вот лучшие условия. Но вообще должны быть медицина бесплатная, как в Англии. Потому что плата, она предполагает, в России они попробовали, разные моменты попробовали. Но у них там непонятно что. Это какой-то путь такой тоже к коррупции. Вот, я это не приемлю. Бесплатная медицина, это, я считаю, государство, ну, достижение большое. Ну, многие современные врачи не разделяют таких подходов. Они говорят о том, что все-таки медицина должна быть платной, тогда ее качество улучшится, но тогда и ответственность медика будет другая. Они же не понимают одного. Вот, понимаете, дело в чем? Вот ты сделал ошибку. Они вообще не готовы к этому. Просто не готовы. Ты сделал ошибку у нас, кто за это? У нас патологоанатом, да? Только там может какую-то ошибку. И патологоанатомическая конференция. А там же ответственность совсем другая. Но я считаю, что мы не можем сделать просто всю платную медицину. Это исключено. Это аппарат последнего поколения. Так называемый Трубин. То есть современное лечение пациентов от лучевой терапии. Это сложнейшая машина. Вообще, это космическая техника, по сути дела. На уровне космоса. Четыре таких аппарата. У нас одно исследование стоит, допустим, тысячу долларов. Одно исследование. А мы подсчитываем. День пребывания в реанимации стоит 500 евро. Сутки пребывания в простом отделении 100 евро стоит. А операция на сегодняшний день, лапароскопическая хирургия, она основа хирургии сегодня. Это от 6 тысяч долларов операция стоит. Но кто это может заплатить? Никто. Поэтому тут исключено. Никто не знает, сколько это все стоит. У нас много жалоб пишут, но не знают, сколько это все стоит для государства. А как предупредить болезнь? Вот как на ранней стадии понять, что надо бегом бежать? Ну, раз в году надо проходить профилактические осмотры. Это что? Раз в году. Сдавать анализы соответствующие. Сделать УЗИ. Сделать... А вот анализы, что человек сдает кровь. Кровь. А сейчас же есть опухолевые маркеры. Например, вот мужчины после 50 лет раз в году надо сдать на простатый специфический антиген. Для определения рака пристательной железы. Женщинам сделать, например, маммографию. Обязательно. Там раз в 2 года сделать. Тоже после 45 лет. Осматриваться у гинеколога. Это все тоже можно предупредить женские болезни. Раз в 5 лет надо сделать колоноскопию. Под наркозом, я подчеркиваю. Ну, кишечник посмотреть. Вот вы сказали, что анализы надо сдавать. Недавно японские ученые распространили новость о том, что до 10 видов рака можно диагностировать только по одному анализу. И причем это занимает очень короткие... Нет, это не японские ученые. Это вообще-то группа ученых. Это было в 2018 году, в январе. Была большая статья, что да, вот уже на подходе. На подходе вот эта так называемая жидкостная гистология. Цитология. То есть по анализу крови можно определить жизнедеятельность, продукты жизнедеятельности раковых клеток. Ну, вот маркер у нас есть для рака пристательной железы. Его вероятность, что он будет в точку попадет, это 60%. Ну, и большие работы ведутся во всем мире. Большие работы, чтобы можно было определить, вот как вы говорите, там, ну, не 10 локализаций, хотя бы 5. Это рак легкого, желудок, кишечник, пожелудочная железа, печень. Ну, такие локализации. Оперировал я в свое время, всю жизнь, по сути, провел в операционной. Вот последние только годы я, ну, сегодня вот, был в пятницу, сегодня был в операционной. Ну, уже как консультант. Потому что настолько центр разросся, и такой достаточно сложный стал. Ну, и управлять им тоже не так просто. Поэтому я уже в операционную только как консультант хожу. А так я всю жизнь провел в операционной. Вот работа хирурга, она интереснее, чем моя работа администратора. Но ничего, механизмы-то не будут крутиться, если ты не будешь работать администратором. У нас же до 100 операций в день, представляете? Есть определенные районы, где 100 операций в год. Вот это надо, значит, обеспечить расходные материалы. Опять же, проблема там, запасные части, новое оборудование, стройки. Вот на протяжении 9 лет я вот 9 зданий построил практически. 9 зданий. Это же тоже соответствующая работа. Ну, опыт большой приобрел строители. Могу быть уже заслуженным строителем. Я уже разбираюсь в проектах, в чертежах. Ну, вот так вот день и проходит. Я обычно где-то часов к 8 приезжаю и 8 отбываю. Вы уже 35 лет в этой теме. Воспитали большое количество своих учеников. Целая школа, мне кажется, есть в научно-практическом центре. А кто был вашим учителем? Я скажу первое. Я когда начинал работать в онкологии, я никогда не думал, что мы будем на таком уровне, как сейчас работать. Честно говоря, даже я не мыслил, что так будет. Таково развитие техники произошло. А у меня были, я бы сказал, что великие учителя. Вот такой профессор Мохарт Вячеслав Андреевич. Ну, он был главным урологом Беларуси в свое время. Это уже достаточно давно было. Он меня, собственно, и брал на работу. Я могу сказать, вот рассказать типа анекдота такой случай. Я прихожу, значит, к нему, а я работал в Орше. Значит, ну, в ординатуру хочу. Он говорит, зачем тебе идти в ординатуру? Мы вот открываем новое отделение в этом самом... Тогда был научно-исследовательский институт. Просто сейчас у нас республиканский научно-практический центр имени Александра. Он сидит, я как сейчас помню, значит, вот так нога с на ногу, и он курил. Курить не... курить это не нужно. Я вот не курю и вам никому не рекомендую. Он курит, значит, пускает эти клубы, говорит, Так, зачем тебе в ординатуру? Иди работать вот в институт онкологии, значит. Сделаешь, значит, кандидатскую, потом станешь доктором. Потом минуты две посидел, говорит, а потом и директором станешь. И долго, раскачисто смеялся, так сказать. То вот так и получилось, да. Вот видите. И второй был учитель. Это такой был... Мы, может быть, слышали, уже новое поколение, может, и не слышало. Это профессор Савченко Николай Евсеевич. Ну, четвертая клиника. Четвертая клиника. Он первую почку пересадил. Это, ну, это столько лет прошло, но это все даже на сегодняшний день. Вот пересадка почки – это такая уникальная вещь, непростая. Она характеризует уровень развития технологии в этой стране. Не все страны нашего СНГ этого могут сделать до сегодняшнего момента. Вот это вот такие вот мои учителя. Я из урологии пришел, из чистой. И Николай Евсеевич Савченко был у меня оппонентом по диссертации. А вот вы сказали, что технологии продвинулись далеко вперед. На одном из больших разговоров президент вас назвал революционером. Он так и сказал. Мы с Суконка целую революцию произвели. А в чем заключалась революция? Я хочу сказать, что я благодарен то, что государство и в лице президента уделяют нам столько времени. Я вот с ним встречался вот по таким случаям это, ну, четыре раза. Вот он был у нас четвертый раз. Если в Америке пока там надо переучиваться, подтверждать диплом и прочее, то тут, пожалуйста, пришел Олег Суконка на тебя посмотрел, покрутил, повертел, иди работай врачом. Фактически даже экзаменов никаких нет. Мы на сегодня, у нас есть такая молекулярно-генетическая лаборатория, она для всей страны построена. Мы можем уже, мы можем подбирать лекарства для каждого человека. Ну, это очень сложные технологии. Это, опять же, молекулярно-генетические исследования. Это, ну, это действительно такая революция. Это первое. А второе, вот, с вводом, несколько лет назад, позитронно-миссионного центра. Мы можем определять, ну, развитие рака на очень ранней стадии. Там приблизительно еще там опухоль только начала развиваться до полусантиметра. Вот сегодня же президент сказал, что останавливаться не нужно ни на секунду, правильно? Поэтому мы так вот двигаемся вперед. Все время вперед и вперед. Ваш путь в этой профессии? Она тоже будет доктором, я уверен. Вы охотник, я знаю. Легальная пьянка на природе. Вы человек советской закалки. Да, мы не заболеем. Вашей супруге не стало три года назад. Такова судьба. Самое главное не только в этой профессии, а в любой другой. Любить свою профессию. Это первое. А второе, любить людей. Если ты плохо относишься к людям, если у тебя характер такой, ты не будешь работать с врачом. В онкологии это самое главное. Поэтому, когда мы кого-то берем на работу, но кого же изучаем. Мне начальник отдела кадров, значит, она говорит, мне этого брать не будем. Я спрашиваю, почему? Она говорит, он не любит людей. Вот такая важная характеристика. Поэтому я тут всю жизнь провел. Мне тут комфортно работает. Вы охотник, я знаю. У вас хобби, трофей. Это хобби, хобби, да. У нас же так говорят охотники, что легальная пьянка на природе. Да, да, да. Легальная пьянка на природе. Но это шутка. Это шутка. Теперь уже этого нету. Это уже, так скажем, относительно. Ну, я и не кровожадный охотник. Охота, она позволяет как бы расслабиться. Ну, вообще работа врача, она сложна и тяжелая работа. Психологически тяжелая. Особенно онколога. А же так, если ты пришел онкологом, год, если ты проработал, ты на всю жизнь не остался. А те, которые не могут, они уходят же. Ну, и ты забываешь все. Стоишь там на номере или там за птицей или что-то. Ты расслабляешься. Полностью расслабляешься у тебя. Ну, все это выходит из головы. Это лось моей деревни. Это лось там, где я вырос. Я вообще сам из Витебской области. Это как бы самый край Беларуси. И там уже вот через озеро большое, там начинается Псковская область. Вот лось оттуда. Они там такими вот, с такими рогами растут. Вот в Витебской области они, в Швеции, такие и в Канаде. Лось. Видите, у них особенно, что это вот называется лопата. Вот. А первый выстрел был. Я попал, вот видите, он пробил вот этот самый. Он туда. Лось вышел прямо на меня. И вот я, наверное, с испугу. Ему пробил это самое вот ухо. Вон, видите, дырочка вот там есть. Ну, а потом он повернулся уже. Вот я его застрелил. А как холостяцкий быт? Вы сами себе готовите? Сложно, наверное, одному? Ну, привык. Что там? То просто все там. Каши сейчас продают эти там. А зачем там? Что это? Да я же не худой, да? Наоборот. Дочка у меня тоже готовит, да. Так что. Ну, привыкаешь. Такое к жизни там. Ну, есть свои прелести. Тебе же никто ничего нет. Ты что хочешь, то и делаешь. Скоро страна будет Новый год отмечать. А вы как обычно отмечаете? Я буду с дочкой отмечать Новый год. Она вот квартиру новую, она вот заканчивает, ремонтирует. Да. Ну, и вот мы там будем, наверное, впервые отмечать. А так я выезжаю на природу. Езжу туда, в Витебскую область, в какую-то базу. Вот несколько, много лет встречали Новый год. Едем на базе на какой-то, вместе с охотниками. Встречаем. Вот. И я даже и там и внука убрал, и дочку. Им это все нравилось, да. Ваш путь в этой профессии. Как вы поняли, что вы будете поступать в медицинский? Ну, я вообще-то с деревни, с глухой деревни такой. Значит, никакого вообще отношения к медицине. Я, естественно, и мои родители, они там христиане, что они там. Какая медицина. Но, значит, почему-то, значит, бабушка моя говорила мне все время. Вот тебе надо было доктором стать. Не знаю почему. Может, ей там что-то вот такое нравилось, доктора, или она их там уважала в то время далекое. И так она мне это внушило. Вот. И так вот я и стал доктором. Да. И не пожалел. Конечно. Хирургическая работа – это крайне сложно. Одна из самых сложных специальностей в мире – особенно сложная хирургия. Особенно сложная хирургия. Для того, чтобы стать хирургом, ну, таким известным хирургом, это, ну, из 100 человек один может стать настоящим хирургом. Вот. И он ночует и на работе, и неоднократно, да. И мне приходилось. Сейчас меньше, конечно, но раньше я и пропадал здесь. И дежурили, и прочее. Дочь ваша тоже работает в центре, пошла по вашим стопам. Это вы настояли, или это была жена? Да, жена моя покойная, она не была тоже доктором. И дочь была. Не, никто не настаивал, она сама выбрала эту специальную, сама. Захотела. И внучка у нас, вот есть внучка, она тоже будет доктором, я уверен. Она уже сейчас говорит, что я буду доктором. Внук тот не хочет, а внучка хочет, да. А в вашей супруге не стало три года назад. Ну да, три года, к сожалению, да. К сожалению. Как так получилось, что онколог с мировым именем? Трагедия своего рода. Но я могу сказать, вот как не нужно делать вообще-то. Вот мы говорили с вами о профилактике, что надо обследоваться. Она вместо того, чтобы обследоваться, значит, брала вот этот вот бланк для анализа. А у нас еще вот при моем предшественнике, такой был директор Залудский, да, Иосиф Викторович Залудский. Он не отпускал в отпуск без прохождения профосмотра. Правильно делала, я тоже так делаю. Она брала, было бланк, писала анализы. Вот так и получилось. А потом она же работала на УЗИ, каждый раз могла посмотреть тоже. А так поверхностно все это, сами себе смотрели. Представляете, ну, вместо того, чтобы там довериться специалисту сами себе. А мы не заболеем. Ну, и я тоже как-то так к этому прохладно относился. Почему? Потому что так вот и получилось. А потом, ну, и форма была, болезнь не очень такая сложная, тяжелая. Вот и с того, чем она болела, там 5% у таких встречается. Это очень злокачественная такая была штука. Такова судьба. Вы плакали когда-нибудь после смерти пациента? Были слезы, да. Сентиментальные. Несмотря на то, что жесткие. Если бы вас попросили выбрать другое направление в медицине, что бы это было? Хирургия. Сколько часов в день вы спите? Ну, 6 часов сплю. На войне все средства хороши? Нет. У меня есть принципы. Вы верите в жизнь после смерти? Сомневаюсь. Можно ли купить здоровье за деньги? Вот это нельзя. Ваше самое яркое воспоминание? Ну, детство, детство. Кого или чего вам особенно не хватает? Ну, не хватает жены. Где бы вам хотелось оказаться в эту самую минуту? На Канарах. Что для вас высшее счастье? Когда вот выздоравливает больной. Мне нужно поставить... На Канарах. На Канарах. Подписывайтесь на Канарах. Мы горелим в ней. Раст